Здравствуйте, дамы и господа! Вы подготовите фильм о документальном проекте о исламизации Европы? Вы можете рассказать нам почему? Вы могли бы нам рассказать почему возник такой проект? Сзади нас Нотардам. Это сердце европейской цивилизации. И говорить на этом фоне огромная ответственность. Фильм о конфликте цивилизации в Европе – это часть нашего цикла, который мы делаем. Дерриярдь нас есть Нотардам. Это центр цивилизации европейской цивилизации. И для нас это очень важно говорить о том, что мы делаем. Мы сделали уже 4-5 фильмов на эту тему из 12. И мы поняли, что если человечество, в ближайшее время, не найдет общий язык с соседями друг с другом. И мы поняли, что если человечество не найдет общий диалог с друг с другом, 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 с другом. Она ускорит конец этой цивилизации. Мы снимали картину, одну из первых, на Ближнем Востоке. Один из первых фильмов, это фильмы проще Ориент. Вы сняли одного палестинца, который возглавляет военное крыло палестинского движения? Мы снимали палестинец, который был уникальником из одной партии палестинской армии палестинской армии. И он сказал, что здесь никогда не будет государства Израиль. И он сказал, что здесь никогда не будет государства Израиль. А я говорю, а куда же бить 6 миллионов человек? И он сказал, что ваши русские евреи уезжают в Россию, американские, в Америку и так далее. Откуда приехали? Пусть туда и уезжают. Здесь никогда не будет государства. Он сказал, что русские евреи уезжают в Россию, американские евреи уезжают в Америку. И они должны уезжать здесь, и не будет государства Израиль. А потом я говорил с израильским политологом. И он сказал, 6 миллионов палестинских беженцев, тоже 6 миллионов. Мы знаем, что сделаем. Надо каждому дать 100 тысяч долларов. И пусть уезжает. Кто в Эквадор, кто туда. С деньгами их примут. Один 6 миллионов кинул одних, а другой других. Вот до тех пор, пока будет вот такой диалог, никогда ничего не произойдет на Ближнем Востоке. Хорошего. И потом он говорил с политологом из Израиль. И там тоже, есть 6 миллионов палестинских беженцев, и это политологом, который сказал, что я знаю, что надо делать. И здесь, вот под эти колокола в Нотердаме, чтобы не случилось трагедии, люди должны понять друг друга. И здесь, с этой колокола в Нотердаме, которые сейчас находятся, нужно найти решение, нужно найти диалог, чтобы люди могли понять, что это было. И был такой русский писатель, современный, недавно умер, Виктор Розов. И он своим студентам на лекции сказал, «Искусство начинается тогда, когда все правы». Потому что если один негодяй, а другой хороший, что тут разбираться? И вот сейчас, после каждой командировки, я вспоминаю Виктора Розова. Потому что после каждого интервью, в том числе и его, я начинаю понимать, что все правы. Но если все правы, и друг к другу не соглашаются, наступит катастрофа. Искусство начинает. Искусство начинает. Искусство начинает. Искусство начинает. Искусство начинает. Бомб LLC. Искусство начинает. Искусство начинает. Почему-тоordinабатывать? Век – неgarит этой новой должностиed, и боится в том, что поединениях, Искусство начинает. Искусство начинает становится. Для вас? Нашли выход. Может быть, мы не уменьшим эти проблемы. Может быть, мы их сделаем даже более крупными. Но этот фильм является для того, чтобы люди увидят эти проблемы. И для того, чтобы мы смогли найти решение. Я уже больше 20 лет приезжаю во Францию каждый год. И я очень люблю эту страну. И я хочу, чтобы она всегда осталась в Франции, которую я люблю. И я очень люблю эту страну, и я хочу, чтобы эта страна осталась в 20 лет, которую я люблю. Вы базируетесь на книге, написанной Чудиновой, «Мечеть Парижской Богоматери». Почему вы выбрали эту книгу? Мы не базируемся на этих книгах. Мы понимаем, что это антиутопия. Такая же, как книга Уорсона Уэллс. Уорсона Уэллс. Да, Кеннеди сказал, когда восстановили коммунисты берлинскую стену, он сказал, что сегодня мы все берлинцы. Ради этой фразы он прилетел в Берлин, из Америки. Мы можем сказать, что мы сегодня все европейцы. Ради этого мы делаем этот фильм. Мы не базируемся, что это не базируемся на нашем фильме, «Леверный роман» от Чудиновой. В общем, М. Синяйников, он вспомнил, что Кеннеди сказал, когда он приехал в Берлин, когда Берлин умерли в Берлин, который был разрушен от коммунистов. И в этом году он сказал, что мы, мы все желаем, и в Берлин, и в принципе, мы тоже можем сказать, что мы, мы все европейцы. И в общем, мы делаем этот фильм, чтобы показать, что мы все желаем. Спасибо. Спасибо.